Сахар, да, вот чай. Ну и все. Когда надо, он в магазин за дошираком. Газовая плитка для чая, перекусов, канистра с водой для умывания. КамАЗ заменил водителю из Казахстана и до сузабировую теплую постель. Уже четверо суток мужчина в нем живет и ночует. Вынуждена. Ространснадзор изъял у водителя паспорт, водительское удостоверение и документы на транспорт. У них засигналила рамка, то есть у меня нарушение высоты транспортного средства. Я попросил их замерить контрольно, потому что у меня он в стандарте. Они пришли, замерились линейкой, сказали, что превышает на 7 сантиметров. Специалисты Ространснадзор должны были составить протокол и отпустить, говорит мужчина. Однако до сих пор этого не сделали. Поскольку Айдос гражданин чужого государства, то свободно передвигаться по чужой стране он не имеет права. К слову, у Айдоса приключилось еще одно ЧП. КамАЗ сломался. Был в рабочем состоянии. Я сюда сам доехал, остановился, заглушил двигатель. Теперь он у меня не запускается. Для ремонта нужна буксировка. Следовательно, и документы на транспорт. На руках у Айдоса их нет. Во время интервью с водителем к нам подошли сотрудники Ространснадзора. Прицеп мы пока отпустить-то не можем. Но можно передвигаться без документов пока. Потому что у нас документы мы взяли для того, чтобы здесь провести за двором. Полиция остановит меня уже. Еще штраф будет. Юристы нам пояснили, что только ДПС имеет право изымать водительское удостоверение и машину. Если вас останавливает сотрудник Ространснадзора, то у него другие полномочия. Он имеет право проверять только документы на законность перевозки пассажиров и грузов. Ни в коем случае ни один сотрудник Ространснадзора не имеет права изымать у водителя водительское удостоверение. Какие-то документы ни ГИБДД, ни Ространснадзор изымать паспорт не имеют права. Ространснадзор предложил Айдосу написать ходатайство, чтобы вернуть часть документов и отремонтировать КАМАЗ. Однако бумаги на полуприцепы мужчине не вернули. Айдос уже написал жалобу в прокуратуру. Ответ получит на следующей неделе. А юристы советуют в этой истории отстаивать свои права в суде. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком.